Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Я начинаю запись видео о пиве, о производстве и подготовке солода и несоложенных материалов, ображении пива, о его розливе в бутылке или кеге. Подробные видео со схемами, рисунками и тому подобное. Подобное тому, как вы уже успели ознакомиться с другими видео на канале. А в этом видео мы рассмотрим ячмень и ячменный солод, его характеристики, только характеристики сырья, а также краткую историю пива варенья на Руси. Видео будем делать неспешно, посвящая какому-то каждому даже малозначительному аспекту производства пива большое количество времени. А начнем мы с истории пива варенья на Руси. Конечно же вы знаете, что пиво это игристый напиток, насыщенный диоксидом углерода или как его еще называют углекислым газом. Оно освежает и имеет характерный хмелевой аромат. Иногда приятный горьковатый вкус, иногда без горечи. В зависимости от того, по какой технологии выработано пиво или какое сырье использовалось при его производстве. Пивоварение является одним из древнейших производств. Предполагается, что еще 7000 лет до нашей эры в Вавилоне варили пиво из ячменного солода и пшеницы, а затем этот способ производства распространился по тому древнему миру в древнем Египте, Персии, среди народов, населявших Кавказ и Юг Европы. И впоследствии эта технология пошла на север Европы, в том числе то, что мы сейчас называем Германией. Но тогда это были разрозненные племена. А на Руси, как известно историкам, слово пиво существовало достаточно давно. И раньше этим словом называли не только то пиво, которое мы сейчас пьем, но и любой напиток вообще, что в принципе логично. И славяне были посредниками, которые передавали практику использования хмеля другим народам. В этом можно усомниться, потому что, как мы выше сказали, что пиво пришло по одним из исторических исследований из Вавилона через южную часть Европы на север, а по другим вариантам через Кавказ к славянским племенам и дальше уже в Европу. Но как мы знаем из истории, что про славянские племена очень мало известна. И их история, по сути, начинается где-то только около 800-900 года нашей эры. А пиво появилось намного раньше. Однако во время раскопок древнего Новгорода, имеется в виду Великий Новгород, который находится недалеко от Санкт-Петербурга, были найдены берестяные грамоты, в которых упоминались перевары. Перевары – это как раз хмелевые напитки из меда и пива, отличающихся большой крепостью. Насколько высоко ценились перевары, можно судить по тому факту, что мед и перевары являлись данью на Руси. Также отметим, что пиво, солод, хмель входили в состав оброков крестьян за пользование землей. То есть это достаточно высоко ценимые продукты. На Руси мед и пиво разной крепости были ритуальными напитками, употреблявшихся на пирах. Пиво варили также в монастырях. В годы царствования великих князей пиво часто упоминается в царских указах. Великий князь Иван III в годы своего царствования, я вам напомню, что это было 1462-й, 1505-й по современному летоисчислению, но мы понимаем, что в те годы исчисление велось от сотворения мира. Так вот, этот великий князь Иван III запретил кому бы то ни было варить пиво и употреблять хмель, присвоив это право казне. Можно считать, что это был первый указ об огосударствлении пивоварения, однако позже он был отменен. Со временем на Руси появляется все больше и больше пивоварен. В 1715 году по указанию Петра I в Петербург он выписывает солодовщиков и пивоваров, чтобы поспособствовать развитию пивоварения в городе. В 1715 году также относится основание пивоваренного завода во Львове. И пиво на Руси становится привычным, популярным, попадает на страницы литературных произведений. На рубеже 18 и 19 веков пиво пользовалось массовой популярностью. И в Москве на конец 18 века насчитывалось более 200 пивоварен. В 1795 году с одобрения Екатерины II был основан пивзавод в Петербурге, который носил имя Александра Невского. В год на заводе производилось чуть меньше 200 тысяч декалитров. Один декалитр это 10 литров. И один декалитр он является мерой объема в пивоваренной и спиртовой промышленности. Если в других отраслях объемы меряют литрами или кубометрами, а массу меряют килограммами или тоннами, то в пивоварении и спиртовой промышленности, а объемы меряют декалитрами, сокращенно далами. И вернемся к истории. В конце 18 века было основано производство пива близ Калинкина моста. И Калинкинский пивзавод специализировался на выпуске лучших элитных сортов пива. В 1848 году Крон и Козалет объединили свои заводы. В дальнейшем пивоварение велось на заводе в Калинкине, который в 1848 году выпускал 330 тысяч дал пива. А с 1923 этот завод носит имя Степана Разина. В 1863 году на Петровском острове был учрежден пивоваренный завод Бавария Российско-Баварского пивоваренного общества, который стал поставщиком двора его императорского величества. В 1872 году основан завод Вена Российско-Австрийского акционерного общества. Во второй половине 19 века общее число пивоварен стало уменьшаться, а в оставшихся крупных производство пива увеличилось, что и естественно. В восьмидесятых годах 19 века общее число пивоварен достигало почти полутора тысяч, то на рубеже веков 19 и 20 их было около тысячи. Важный толчок в сфере пивоварения произошел в тот момент, когда были изобретены паровые и холодильные машины. К концу 19 века примерно треть заводов была оснащена паровыми машинами, а затем некоторые из этих пивоваренных заводов стали пользоваться электричеством. Я напомню вам, что паровая машина использовалась в качестве привода для всех механических устройств на спиртовых и пивоваренных заводах, а также других пищевых производствах в конце 19-го начала 20 века. Каким образом это было реализовано? Ставилась одна паровая машина на весь завод, а потом с помощью кинематических передач, ремней, зубчатых передач, шестеренок различной конструкции вращение передавалось на все механизмы завода. Поэтому паровая машина, с одной стороны, могло показаться, что она использовалась только для обогрева чинов, пар который выходил из этой паровой машины. Однако нет. Эта паровая машина своего рода была прообразом электродвигателя, который сейчас устанавливается на каждом приводе индивидуально. Индивидуальный привод от электродвигателя. То ранее, век назад, 150 лет назад, паровые машины использовались как коллективный привод, который давал энергию на движущиеся механизмы на заводах. Однако, возвращаясь к истории. В 1876 году трехгорный пивоваренный завод в Москве выпустил свое первое пиво. А к 1887 году производительность завода составляла уже около 700 тысяч дал. Выпускаемые предприятием пиво на всероссийских промышленных выставках в 1882-1996 годах были удостоены премии «Золотой орел». Завод использовал достижения науки и техники. В 1899 предприятие перешло на электрическое освещение. В 1907 установили, высокопроизводительную паровую машину. В 1911 немецкий изобретатель Натан смонтировал установку по сбраживанию сусла своего собственного изобретения. В 1908 году 65 крупнейших заводов произвели половину всего объема пива в стране. И в отрасли тогда работало около 20 тысяч рабочих. Накануне Первой мировой войны по общему объему производства пива среди регионов России лидировала Петербургская губерния. На втором месте была Московская, затем Лифлянская и Варшавская губернии. В границах современной Российской Федерации пивоварение было развито в Петербургской, Московской, Самарской, Казанской и Смоленской губерниях. Первое место по отдельным заводам занимало Московское трехворное товарищество. Затем следовали петербургские заводы Калинкинский и Бавария. Первая мировая война пошатнула из-за введения сухого закона развития пивоваренной промышленности. В 30-70-е годы 20 века пивоваренная промышленность в России была полностью технически реконструирована. Построено много новых крупных заводов. Технологические процессы были механизированы и автоматизированы. Все это произошло благодаря тому, в основном я буду говорить о 30-х годах 20 века, благодаря тому, что из страны усиленно вывозилось зерно и на проданное зерно за рубежом закупались новые заводы. Не только пищевой промышленности, но и стали литейные заводы, нефтеперегонные заводы и другие. Так называемая продразверстка, она была направлена на то, чтобы вывести как можно больше зерна за рубеж и за счет этого приобрести и поставить в Советскую Россию новые заводы, чтобы провести индустриализацию. Более подробно индустриализация Советской России описана в трехтомнике Энтони Саттона «Западные технологии и становление советской промышленности». Но вернемся обратно к истории, собственно, пивоварения в России. На многих предприятиях устанавливается высокопроизводительное оборудование. Особое внимание уделяется совершенствованию осветления и розлива пива. Эти тенденции начинают наблюдаться уже во второй половине 20 века и продолжаются и в настоящее время. Как известно, при приготовлении пива протекают многие физико-химические, биохимические и другие процессы, обуславливающие качественные вкусовые показатели готового продукта. Управление этими процессами и получение напитка высокого качества требуют от рабочих знания технологии и оборудования, передовых приемов работы, высокой ответственности за порученное дело. В настоящее время производство пива в России составляет около 400 миллионов дал. Солода 500 тысяч тонн в год. В последние годы строится много мини-заводов по производству пива и безалкогольных напитков. Это так называемые крафтовые пивоварни, которые выпускают пиво по традиционным технологиям, исключая использование порошкового пива. Среднедушевое потребление пива в России в зависимости от региона составляет от 17 до 27 литров на человека в год. В Германии 146 литров, в Великобритании 120, в Чехии 160, в Ирландии 140, в Дании 120, в Австрии также 120. Рассмотрев коротко историю пивоварения, мы переходим к изучению сырья пивоваренного производства. И в этом видео начнем с ячменя и ячменного солода. В России основным сырьем для пивоварения является ячменный солод, который вырабатывается из ячменя. Посевы ячменя в России широко распространены. Еще две тысячи лет до нашей эры использовали пророщенный ячмень в Месопотамии и Египте для производства охмеляющих напитков. Хорошая схожесть ячменя, легкая обрабатываемость, подходящие вкусовые качества стали причиной того, что солодорощение не распространилось широко на другие зерновые культуры. В настоящее время для изготовления пивоваренного солода кроме ячменя используют только пшеницу, да и то в небольших количествах. О солоде и его производстве сохранились сведения, относящиеся к XII и XIII столетию. Уже в то время производству солода уделяли большое внимание. Влияние солода на качество пива общеизвестно. Некоторые показатели солода, такие как цвет, вкус, запах, являются решающими в определении типа пива. А количество экстрактивных веществ и степень расщепления белков существенно влияют на его качество. Солод приобретает свои характерные свойства при солодорощении, однако некоторые из них зависят от свойств ячменя. Поэтому издавна большое внимание уделяли качеству ячменя, поскольку многие сорта из-за высокого содержания белка, стекловидности или слишком толстой оболочки не пригодны для солодорощения. Ячмень относится к семейству злаковых роду Гордеум, в котором есть два вида – двухрядный и многорядный. На рисунке показаны колосья двухрядного и шестирядного ячменя, а также формы и расположение зерен на стержнях. Двухрядные ячмени бывают в основном яровыми, а шестирядные – озимыми и яровыми. Двухрядные ячмени имеют на колоссовом стержне по обе стороны от него по одному нормально развитому зерну и несколько неразвившихся. При таком расположении зерна двухрядного ячменя хорошо развиваются, вырастают крупными и одинакового размера. Боковые зерна шестирядного ячменя имеют неправильную, изогнутую форму и более мелкие. Шестирядные ячмени используются на корм скоту, их называют фуражными, а двухрядные – для производства солода, поэтому их называют пивоваренными. У пивоваренных сортов ячменя оболочка зерна более тонкая. Содержание экстрактивных веществ в основном крахмала больше, а белка меньше. Посмотрим на строение ячменного зерна. Оно состоит из зародыша, эндосперма и оболочек. Зародыш находится у нижнего конца зерна, состоит из зародышевого листа, почечки и зародышевого корешка. Зародыш является основной частью зерна, ответственной за его проращивание. А это именно то, что нам нужно при производстве солода для пива. От эндосперма зародыш отделен щитком, через клетки которого при прорастании подводятся питательные вещества. Эндосперм – это мучнистая часть зерна. Основная масса эндосперма – крупные клетки, заполненные крахмальными зернами и белком. Тонкие стенки клеток состоят из гемицеллюлозы. Наружная часть эндосперма представляет собой аллероновый слой, который состоит из трех слоев толстостенных клеток, содержащих белок и жир. По мере приближения к зародышу толщина слоя уменьшается, а вблизи зародыша аллероновый слой исчезает. Клетки эндосперма, расположенные рядом с зародышем, не содержат крахмала, так как он был израсходован зародышем при созревании и хранении зерна. В этом слое во время прорастания зерна образуется большая часть ферментов. Клетки аллеронового слоя живые, такие же, как у зародыша. А остальные клетки эндоспермы являются резервными для развития зародыша. Зерно окружено оболочками, которые располагаются в следующем порядке. Наружная, цветочные пленки. Под ними находится плодовая, а затем семенная оболочка. Если цветочные пленки срослись с зерновкой эндосперм, такой ячмень называется пленчатым, а если не срослись, то голозерным. У голозерных ячменей оболочка отделяется при обмолоте. В пивоварении используют пленчатые ячмени. Оболочки защищают зерно от повреждения, пропускают внутрь воду, но задерживают соли. В большом количестве в них содержится целлюлоза, не имеющая значения в пивоварении. Некоторые вещества оболочек, полифенольный, азотистый жир, кремниевая кислота, горькие вещества влияют на качество пива. Сухое вещество ячменя представляет собой сумму органических и неорганических веществ. К органическим относят белки, углеводы, жиры, полифенолы, органические кислоты, витамины и другое. К неорганическим фосфор, серу, кремний, калий, натрий, магний, кальций, железо, хлор. Некоторая часть этих элементов связана с органическими соединениями. Средний химический состав ячменного зерна вы видите на экране. В массе зерна компоненты распределяются неравномерно. Наибольшее количество углеводов находится в эндосперме. Жиры, азотистые минеральные вещества в зародыше. Целлюлоза в оболочке. Углеводы, находящиеся в зерне, представлены моносахаридами, дисахаридами, трисахаридами, полисахаридами. Моносахариды это глюкоза и фруктоза, у которых химическая формула одинакова. Но структура молекул разная. И ксилоза. Дисахариды в зерне в основном находятся в виде сахарозы и мальтозы с общей формулой. Трисахариды представлены рафинозой. Моноди, трисахариды, находятся в зародыше и эндосперме. Хорошо растворяются в воде. Они являются питанием для зародыша и благотворно влияют на прорастание зерна. Продолжение в следующем видео. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео.